Восвятая служба информации телерадо и компании Гомель, у студии Наталья Ихнатенко, добрый день. Энергоэффективное будущее, тепловая модернизация и применение экологично чистых материалов. Сегодня в Гомеле проходит международная конференция, у дельники, якой шукаются отказы на питание, как сделать проживание в индивидуальных домах больше комфортным. С выказанными думками ознайомился Олег Синцерову. Далеко не все жахары Гомельской области сегодня марта жить в шмат поверховых домах. Инша справа, чтобы подавать индивидуальное жилье, для некого складано в финансовом плане. Немалые сроки могут потребиться потом и на его эксплуатацию. Сегодня приватный сектор займае в Гомеле значную территорию. И в ближайшие годы она на врате изменчится. При этом побач с сучасными коттеджами можно убачить побудовы, узвезденные 10 годы тому. Самое цикавое, что их уладальникам зимой обогрев будинка часто выходится практически у однольковой суммы. Правда, когда у одных это связано с великими площами, то у инших со значными стратами тепла. Как провести тепловую модернизацию и таким чином повысить комфортность проживания? Менавито, это питание и получали у дельники международной конференции з уникам в опыту инших краин. Очень тяжело в Германии сейчас получить новые площади, чтобы строить новые дома. Поэтому сначала записываются все старые дома, которые есть в какой-то местности. И смотрим, что можно сделать с этими старыми домами. И новые участки можно только получить, когда все старые дома будут модернизированы и реконструированы. По великим рахунку, проблем с наявностью материалов для тепловой модернизации жилых домов сегодня у Беларуси нема. Специалисты кажут, что до кожной побудовы необходимо подходить индивидуально, а ли в целом займаться этой справой необходимо. Уречься, экономия электро- и теплоэнергии – это не только державная задача, а ли и промышлях для повышения добробыту конкретных людей. Стеновое утепление – это кровельное, это межчердачное, это надподвальное перекрытие. То есть при этом добиваемся от дома максимального энергосбережения, а значит экономии средств. Сегодня будовничий рынок Беларуси пропонует достаточно широкий выбор теплоизоляционных материалов. Кожный из них мая свои плюсы и минусы. Причем до некоторых материалов интерес может вертаться в раз десятки годов. До таких утепляльников у приватности можно отнести лен, солому и треснёк. А почняга, до речи, на белорусских болотах за всё дыха пала. Причем с кожного гектара можно собрать до 18 тонн чароту. Тростник на самом деле не экзотический материал. Это материал, который у нас произрастает повсеместно в Республике Беларусь, на болотистых местностях, на озёрах. Чтобы утеплить дом, мы используем два слоя тростниковой плиты по 5 сантиметров. То есть всего 10 сантиметров у нас на стене и 15 сантиметров в крыше. Этого достаточно, чтобы добиться очень хорошего, тёплого дома, энергоэффективного дома по сегодняшним меркам. До речи, утеплянники из Треснёгу довольно активно набывают замежные будовничные компании. Пытанием эффективного теплосбережения сегодня надается всё больше значная увага. Традиционное белорусское жильё выключение быть не повинно. Олег Синчаров, Ёвген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». У протяг темы. Напереда дни наступления холодов, представники жилёва коммунальной господарки огучили дадзины по тепловым работам, проведенным у гэтым годзе. Размова отбылась и подчас радиопраграммы, задая пытания уладзинах, валях «Гомель плюс». На сёне замене на парадку 130 километров тепловых сеток и каля 50 домов удалось утеплить. У планах капитальный ремонт амаль 150 домов, али на двор я у доме, справа и самих же хоров. Кап зимой захавать комфортную температуру, рекомендуется убрать мэблю от радиаторов и каляне установлены шклоп-пакеты, утеплить в окны и дверы. Во время отопительного периода не ниже 18 градусов должна поддержать температуру квартиры. А кроме того, можно скорыстаться послухой тепловой модернизации и полепшить, а не просто одновить характерыстики конструкции. Таким чином можно утеплить як особную квартиру, так и увесь тарец дома. Процедура проводится за кошт сродка уже хоров. Кап ёй скорыстаться, достатково написать заяву ужеу. Бестурботность керауниства плюс отсутность сигнализации и як выник, други буйны крадёж за некалькі тыдня. Гэта арифметичная формула чарговага здарэння у мазыры. Абудковый магазин по улице Советской верагодно становится любимым пожилным местом районнага крыминалитету. Невядомые зломысники праникли у помешканья гандлювага объекта, зламавши металличные дверы службовых ау ваходу. С добычей злодзе устал сейф с вечерней выручкой. Агульная сумма якой пера вышала 30 млн беларуских рублёв. Криминальная схема 1 у 1, як у недавним злочинствия, калі с гэтай же крамы под покрывом ночи, бы ускрадзены такі ж сейф, а згім 40 млн. Зараз спеціально створена слідчая группа высветляє, ці могут быть звязаны або два гэтая надзвычайные здаренні. До інших тем. На Гомельщині полным ходом іде подрихтовка до Нового года. Які приємні сюрпризи для жихаров в області рихтують супраціоннікі сферы гандлю і послух. Почекавілася наш корреспондент Ганна Ковалёва. Калі на двор і зусім не викликає новогодніх настрій, то вітрины у прогоженні гандлюві залы не дадуть сімніваць у тим, що свято вже близько. Ва усіх буйних крамах областного центру вже розгорнуты перецвяточні гандль ёлками, новогодніми цацками і сувінірами. На некаторе товар обіцаюць зниження гандлювих надбавок і отпускних цен. Мінус 20% на новогодній ёлкі. Выгода покупателі, напрямер, на ёлкі 150 см составляє 120 тисяч. На цю суму покупателі можуть приобрести себе ещё вдобавок украшення ёлочные. Нікаторе соціально значних товарів можна буде набыть у два рази тонні, чим звичайно. У гэтам спісі, окрімя продукта ухарчавання, промыслові товары у тим ліку одзінні з беларуского тракотажу. Прога там, по міру наближення нового году, колькась акційних пропонав буде расти. Одною з злюбимых спожудцами послуг, згоду год застаець так званый «лист от Деда Мороза». Як і рані, оформить заказ на яго можна у любым отделіні Білпошты. У залежності от подарунка, які прокладаються до листа, кушт послуге вагається от 40 до 180 тисяч. С 23-го числа у нас будуть проводитися новогодні ярмарки. Це буде продажа непосередньо к Новому году, ближче к Новому году кондитерських ізділів, ёлок натуральних. С 23-го числа начнут організовуватися. Більше 130 ярмарок буде проводитися. Це повсеместно на території Гомельської області. До початку праці ёлочних керма-шоу засталося два тижня, але вже зараз ляська з Гомельської області готова до перад новогодніх гандлю. Усяго в області будуть працювати каля 50 ёлочних керма-шоу. Шість з їх у областным центры. У минулому годі було продадзіна каля 8700 древ. У гэтым же плануються продадзі пракладна у два разы більш. В любом случае заготовка, она идёт текуща, то есть ёлі все поступають в торговлю свежі. То есть, по мере необходимости, будуть проводитися вырубка этих ёлі новогодні, і не будуть подвозитися в торговлю, соответственно, для реализации. Но эти ёлі, они есть у нас в наличии, и они готовы для продажи. А кроме того, ёлку можна набыть, звернувшись ё у любое лясництво в області. Дарыча на Гомельщине їх наличавеце 177. Уже сёння вядомые кошты на головный атрибут свята. Мятровая новогоднія пригажоня обидеце минимуму 75 тысяч. Двухмятровая каля 130-ти. Грунтовно гомельські алясгасы подрихтоваліся і до сустрічі з ёлочными браканьерами. Уперед новогодній дні свою рейдовую дейнастю змоцнять отделы оховы лесу. За незаконную рубку в лесах первой группы, это, например, все леса Гомельского района, значит, штраф от 900 тысяч до 9 миллионов. В лесах второй группы до 30 базовых величин. При совершении ущерба в особо крупном размере уголовная ответственность. Разом з тим, лишь бы статистики, ўпыўні на полтора ёлочных браканьеров с кожным годом становіцца ўсё менш. Яну і зразуміла, сысті з лесу не зауважным навад за дно. Ёлкай зараз практична немагчыма. Лесные масівы абсталявалі спеціальными фотопастками, які реагуюць на рух навад у тёмных часуток. А праспару ўмгненю фотосдымкі ўжо насталі ў супрацовніка ў міліцыі. Як выснова купіць новогодню прагажуню законна, абыцецца прикладна ў 100 разу таўній. Ганна Кавалёва, Ігор Марышенко, Телі, Радеокампанія Гоміль. На гэтым выпуск завершаны. Усёго добрыха і до новых сустречу ефіры.